Трампа обвиняют в симпатиях к Путину, однако будущий президент США, равно как и его госсекретарь, признаваться в любви к президенту России не спешат. Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не обязательством. Я не знаю, найду ли я общий язык с Путиным. Надеюсь, что смогу. Но и есть шанс, что не смогу. И если не выйдет, вы серьезно думаете, что Хилари была бы жестче с Путиным, чем я? Мы должны открыто смотреть на наши взаимоотношения с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не непредсказуема в продвижении своих интересов. Она вторглась на Украину, заняла Крым и поддерживала сирийские войска, которые грубо нарушают законы войны. И наши союзники по НАТО вправе быть встревоженными, набирающие силу России. Эксперты пока с осторожностью комментируют их недавние высказывания относительно политики в отношении России. Но сходятся во мнении, что пока рано делать вывод о том, как будет выстраиваться американо-российский диалог. Тем более, что за последнее время Дональд Трамп сделал немало громких, но во многом противоречивых заявлений. Нам нужно дождаться, когда его команда наконец соберется, когда будет принят новый курс. В данном случае можно говорить о лете этого года. И уже тогда станет ясно, какую стратегию выберет администрация США и как она будет выглядеть. Хочется сказать, что Тилерсон произвел на меня впечатление профессионала, а Трамп — нет. Несомненно, слова Трампа о России были эмоциональными. Он в свойственной себе манере говорил о Путине и об уважении США России. Тилерсон же, выступая в Сенате, например, заявил, что на действия России необходимо отвечать демонстрации силы. Он считает, что в 2014 году США следовало поддержать Украину оборонительным оружием и воздушным наблюдением. Трамп подобных заявлений не делал. «Несомненно, Трамп будет пробовать сближение. Но то, что мы слышали во время слушаний по кандидатуре Рекса Тилерсона, говорит о том, что некоторые из ведущих политиков команды Трампа и республиканцев в Конгрессе будут и дальше занимать скептическую позицию — позицию ястребов по отношению к России. И это может затормозить начинание Трампа». Европейская пресса подвергла резкой критике усказывания Трампа на пресс-конференции. Так, например, английская «Гардиан» заявила, что у избранного президента нет четкой стратегии в отношении России. А французская «Фигаро» отметила, что Трамп, с учетом его слов о Путине, рискует, что его будут называть лакеем российского президента.